В некотором царстве, в некотором государстве жили-были три китайца. И были они очень умные. Были они настолько умные, что делали потрясающие технологичные вещи. И делали они их настолько мощными и технологичными, что, к большому сожалению, ума на грамотный дизайн и удобную эргономику не хватило. Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на канал Акадрифт. С вами Александр. Всем привет! Меня зовут Александр. Я где-то вот уже полтора года. С вами наш огромный новый шоу-рум. Мой первый год был МСупер В3. И с тех пор я на них остаюсь. Мне нравится, что у них все возведено в абсолют. Все характеристики и, главное, мощность. И сегодня у нас обзор на новое моноколесо. Готовей Тесла В2. Поехали! В этом обзоре, помимо общей информации, я буду большей частью топить за отрицательные стороны этого колеса. Я буду говорить про его положительные стороны. Начнем с внешнего вида. Несмотря на то, что это новая модель, дизайн остался от старой. Первое, что замечаю, у колеса появились динамики. То есть теперь можно транслировать музыку с телефона. И светодиодная лента теперь замкнута полностью по киругу. И под педалью, и сверху. На самом деле, главное отличие в этой модели находится под ручкой этого колеса. Это кнопка спящего режима. Самое важное нововведение – это кнопка под ручкой. Она сделана ровно как у Inmotion V8. То есть вы нажимаете кнопку «Колесо отключилось», вы отпускаете, оно снова удерживает горизон. Давайте чуть-чуть подождем. Еще один важный нюанс. Чтобы кнопка спящего режима заработала, нужно, чтобы колесо полностью остановилось. Над кнопкой виден стык двух торцевых накладок корпуса. Это место немного неприятно для руки, когда кладешь ладони сверху из-за своих острых граней. И в отличие от Inmotion, даже на ощупь чувствуется не самое качественное исполнение. Такое чувство, что старые китайские игрушки из такого некачественного пластика переплавили, и... Пожалуйста. От предыдущей Теслы, естественно, у нее осталась такая же ручка. Некоторым мне нравится, что она не очень эргономична для руки, но чтобы ввести колесо, этого вполне хватает. Во-первых, материалы ручки – это матовый пластик, что вообще выбивается из общего дизайна колеса, потому что в основном колесо, как вы можете видеть, глянцевое. Во-вторых, ручка довольно тяжело вытаскивается, и при складывании рукоятку перекашивает. Так что складывать надо предельно аккуратно и не торопиться. Если, например, в Inmotion ты, когда выдвинул ручку, она зафиксировалась, и об нее можно даже немного опереться, и просто толкать колесо впереди себя. Здесь такого нету. Здесь при малейшем нажатии ручка начинает складываться, поэтому вы не сможете об нее опереться, или просто вот так вот тащить колесо перед собой. Это тоже очень удобно. И, собственно говоря, вот три вот этих момента очень сильно портят впечатление от этой ручки. Подушки. С первым взглядом может показаться, что это такой же материал, как и на Супиксе, но нет, они лучше. И зацеп у них просто отлично. Подушки, на мой взгляд, самое слабое место Теслы. Во-первых, когда ты встаешь на колесо, ты, касаясь ногами подушек, сразу чувствуешь неприятную боль в икрных мышцах. Я считаю, что в Goodway M Super X они были сделаны на порядок лучше и намного удобнее. Подушки определенно надо менять, потому что я считаю, что они рушат всю фирменную эргономику Goodway. Колонки очень деромкие. Вы услышите музыку даже при сильном ветре. Я сам не фанат слушать музыку на колесе, но те, кому нравится, я думаю, оценю. И тут кроется их недостаток. В колонках вообще не предусмотрены никакие басы или какие-нибудь технологические штуки, которые бы смягчали этот звук. Даже если включить музыку рядом с оживленной трассой, то звук все равно будет слышен. Поэтому не рекомендуется проезжать с музыкой мимо жилых домов, спальных районов или мамуаш с колясками. Теперь про педали. В принципе, классические педали, такие же были на первой Тесле. Сверху у них наждачка. Я немножко уже поездил, и в принципе, мне понравилось, как она держит. Про долговечность ее пока говорить рано. Сейчас мы попробуем протестировать ее на низком заряде батареи, то есть 5% в очень крутую горку. Мы видим, что мы заезжаем на горку, напряжение проседает, и Тесла начинает поднимать педали. Причем поднимает она довольно ощутимо. Мне даже пришлось спрыгнуть. Я в чатах слышал много раз, что у людей есть убеждение, что Гетвей не задирают педали, а просто отключаются. Как видим, это неправда. Они вполне себе защищают ездока при маленьком заряде батареи и не дают ему сделать глупостей. Покрышка стандартная, 16х225 от фирмы CST. Но это колесо имеет место для апгрейда. Я знаю местных умельцев, которые с помощью модификации стоек и корпуса вставляли сюда по крышку аж в 3 дюйма шириной. Зарядное устройство, как и у всех Готов, стандартное. 84 вольта, 1,5 амкера. И, наконец-то, мы переходим к свету. Светодиодная лента выполнена в форме замкнутого кольца. Лент две штуки, по одной с каждой стороны. Лента имеет несколько режимов подсветки, которые переключаются многократным нажатием кнопки включения моноколеса. Фара очень хорошая. Как, в принципе, и на всех Готовеев. Это узкий, яркий пучок света, который очень хорошо подсвечивает все неровности дороги в темное время. И в итоге получился очень футуристичный, любопытный и привлекающий внимание дизайн. И в этом и есть проблема этого колеса. Обратите внимание на заднюю накладку. Она вся глянцевая. А это значит, что при эксплуатации без дополнительной защиты все это будет в пыли и царапинах. Добрый вечер, меня зовут Андрей. Ночью случайно встретил оператора, который снимал ТОТВЕЙ. Прокатился на нем пару километров. И вот, что хочу о нем сказать. Я вообще ездил на InLotion V8. Сравниваю Котвей с V8. Котвей тяжелее, как-то он шире. И разгоняется как-то так медленно. Я бы выбрал все-таки V8. Хотя, конечно, я не знаю его цену. От 70 до 80, по-моему. 70-80? Не, я бы его не купил. Ну, вот так уж. Ну и под конец пробежимся по его техническим характеристикам. Вот в чем в чем. А здесь Готвей всегда были сильны. Максимальная скорость 45 километров в час. Дальность хода 100 километров. Диаметр колеса 16 дюймов. Мощность батареи 1020 ватт в час. И мощность самого колеса 2000 ватт. И все это великолепие заключено в оболочку, которая весит 19,7 килограмма. Тяжеловато, но для таких характеристик это вполне достойно. Мои личные впечатления после того, как я на нем проехался. Мне прям дико понравились педали. А именно их жесткость. Прям каменно жесткие педали. Очень удобно делать всякие мелкие маневры, мелкую акробатику. Прям очень легко ехать задом, по сравнению, допустим, с моим супиксом. И если сравнивать с 16S, где педали прям заметно гуляют и мягче. Здесь педали прям шикарны. Очень легко из-за этого едет в любые пандусы и съезжает вниз. То есть, очень важно, что при съезде вниз оно не задирает педали вверх. И, соответственно, это делает съезды очень удобными. Подушки мне понравились. Там единственный минус по эргономике есть в том, что на костяшку нижний пластик чуть-чуть давит. Но, в принципе, это решается небольшим кусочком лапши. А в остальном вот эти верхние подушки, они по моему вкусу довольно мягкие и цепкие. Просто великолепно, что наконец официально сделали нормальную кнопку. Она прям один в один, как на V8, мне казалось, четко срабатывает. Но единственное, что ее нужно сжать, естественно, на полностью остановившемся колесе. То есть, подъехал, остановился, нажал, оно пикнуло и пошли. Кто искал себе компактное колесо, которое при этом мощное и далеко едет, то вот литровая Tesla, то есть батарейка 1020, просто, мне кажется, отличный выбор. Я для себя, допустим, если решу взять 16-ку, то, скорее всего, буду брать Tesla. Раньше я задумывался еще о 16S. Но вот сейчас поездил, прям вот алгоритм педалей топчик, по размерам топчик, по подушкам топчик, просто вообще. Сегодня вы услышали разные мнения про это колесо. Иногда отрицательное, иногда положительное. Что это значит? Это значит, что пока вы сами не попробуете, сами не поймете, подходит оно вам или нет. Для этого есть наш шоурум, где вы сможете без проблем приехать и протестировать это устройство. И еще огромное количество других электроустройств, которые у нас есть. А на этом все. Большое спасибо, что посмотрели наш обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok